Приветствую вас, Аноним. Что я хочу сказать. Во-первых, Кудрючев Игорь Леонидович, на мой взгляд, дал вам наиболее качественный, емкий и точный ответ на проблему. Другой вопрос. Хотите ли вы реально работать? Или это у вас такой, что называется, интерес к предмету? Потому что разные абсолютно бывают ситуации и иногда человек подменяет потребность, стремление к реальным изменениям тем, что просто играет в психолога, играет в психолога и так далее. Потому что, ну, понимаете, что значит изучать психологию и активно интересоваться, а после задавать вопросы мужчине. Это значит, что вы под свои потребности выбираете удобную вам информацию и задаете, опять же, удобные вам вопросы, чтобы увидеть то, что удобно вам. То есть, ну, исключительно субъективно получается история, вот, которую вы, к сожалению, здесь преподносите как некую такую объективную историю, да? Вот. Это первое, что я хочу сказать. Второе, что я хочу сказать, это про тревожность, она у вас очень большая. Ну, потому что хотите семью, вот, семья это желание, ну, желание себя защитить, желание себя обезопасить, вот, от чего-то, ну, от каких-то вещей, от каких-то угроз, вот. Вот. И, собственно, человек, о котором вы пишете, он здесь вами воспринимается именно как потенциальное средство достижения цели в виде семьи. Кудрячев Игорь Леонидович абсолютно справедливо замечает, что основа для любых отношений это безусловное принятие. Так вот, у вас нет этого самого безусловного принятия, и более того, мне кажется, что у вас превалирует в силу, может быть, своих собственных страхов, в силу, может быть, своих собственных убеждений. У вас превалирует восприятие человека, по крайней мере, вот того, с кем вы хотите построить отношения, как сына, ну, как ребенка своих родителей. Вот. По сути, через свои вопросы, которые являются проявлениями ваших страхов, вы подтверждаете свою гипотезу о том, что человек сам по себе выбора лишен, и что, ну, в общем-то, чем от родителей он не отличается. А чтобы отличаться, ему нужно меняться, то есть захотеть работать. Вот. Ну, как бы, это тоже позиция нелища на определенных изъянов. Тут момент в том, что между вами и вашими родителями, между родителями вашего мужчины и им самим отсутствовала одна важная составляющая взаимоотношений, которая, как ни странно, и не печально отсутствует и у вас тоже. Эта составляющая называется личностное взаимодействие, когда люди общаются не по теме своих отношений, не по теме, там, допустим, своего собственного будущего, не по теме взаимоотношений мужчины и женщины, и женщины не по теме отношений муж и жена, не по теме взаимоотношений отец и мать и ребенок, не по теме всего, что касается этих ролей, а по теме другого немножечко направления, по темам своих увлечений, по темам своих интересов, по темам того, что их объединяют, что они вместе делают, по темам того, к чему они стремятся, не касаясь семьи и так далее. Вот то, чего нет между вами и то, чего не было, вероятно, между вами и вашими родителями. Говоря вами, я имею в виду вас, аноним, и, соответственно, вашему мужчину. И неумение, неумение личностно взаимодействовать с близким человеком, чему, естественно, не научили родители, вот, накладывает серьезные отпечатки. Хоть работай над собой, а, например, ваш мужчина, там, с обидами, с агрессией, на отца и всякое такое. Хоть не работай над собой, а личностного взаимодействия, как не было, его так и не будет. Нет, можно, конечно, рассчитывать на то, что оно, личностное взаимодействие, появится, скажем так, при условии освобождение ресурсов, когда будет проведена работа, например, с обидами, у вашего мужчины. Но вероятность такая очень маленькая. Она есть, но она маленькая. И мне кажется, что вы не очень-то сами верите в реальность психотерапии вашей мужчины. Поэтому вы задаете вопрос. Вы боитесь отношений. Вы подсознательно ищите основания для того, чтобы их разорвать. Мучаясь при этом, как мне видится, желанием одновременно удержать мужчину, а вдруг с ним получится реализовать имену близких, отношения вы боитесь. Боитесь довериться, боитесь вот незащищенности и так далее. Ну, в общем, классическая история. Вы хотите семья, чтобы чувствовать себя защищенно, но вы выбираете мужчину, с которым себя защищенно не чувствуете, в котором вы чувствуете угрозу и, естественно, ваша тревожность подскакивает еще больше. Что я хочу вам сказать. Поскольку вы реально, как мне кажется, не видите для себя психотерапии, потому что вы спрашиваете, как мужчине поступить с работой, да, как мужчине начать меняться, то, да, почему я считаю, что вы не видите реально психотерапию, потому что те, кто видят реально, ну, те, как бы, сразу обращаются напрямую к специалисту и начинают работать. Можно, конечно, можно, конечно, возразить, что вот вы хотите задать вопрос, посмотреть ответы экспертов, ну, так бывает, конечно, так бывает, конечно, да, так бывает. Но люди, которые действительно хотят вот именно психотерапии, они, как правило, сразу обращаются непосредственно к специалисту. Смотрят, конечно, профили, ответ, ответы, но сразу обращаются напрямую. Вот. Значит, вы можете сделать следующее. Вы можете начать личностное взаимодействие с своим партнером. Немножечко, я повторюсь, немножко. Немножко, не сильно. Немножко. Отодвинуть на задний план гендерное взаимодействие, романтическое взаимодействие. И выдвинуть личностное взаимодействие. Чтоб мужчина видел вас, друга, подругу, партнера, чем-нибудь. Это здесь и сейчас сломает привычный шаблон поведения для человека. И у него появится шанс, у вас обоих появится шанс вывести свое взаимодействие на более высокий уровень. Если вы сделаете это, то на более высоком уровне ценить вы друг друга будете больше. Но не за те вещи, о которых, например, вы говорите сейчас и те, за которые мужчина ценит вас. И автоматически это может решить некоторые ваши проблемы. Это то, что можно сделать здесь и сейчас, не настаивая, там, не заговаривая с мужчиной о необходимости психотерапии. Ну, просто потому, что у нас к специалистам нашей профессии и к психиатрам, отмечу, не очень, не очень хорошо. Вот. Дальше. Как поднять эту тему, да? Вот, ну, тема, о которой вы говорите. Как об этом сказать человеку? Значит. Идеальным? Вообще, вариантом. Для вас. Практически, вот. Всегда. Может быть ситуация, при которой вы просто вы говорите человеку о том, что вам вот что-то не нравится, что вы, как бы, ну, не способны принять какие-то вещи, что вам, там, допустим, ну, не по душе, какие-то там аспекты, что вам не нравится что-то, вот, что вам неприятно что-то. Вот, и, значит, соответственно, в этом направлении уже двигаться, то есть вы говорите о себе, вы выражаете свои собственные чувства, вот. Вот, и, соответственно, смотрите на то, как человек на это реагирует, смотрите на то, как и что человек делает. То есть я, ну, я могу смотреть, ну, реагирует ли он, там, ну, например, как-то на то, что вам хочется, да, реагирует ли он на ваше желание, реагирует ли он на... Ваши, значит, ну, на ваши ценности и так далее. Вот, ну, таким образом вы в определенной степени даёте человеку во... 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 во Изменить, вот, это, наверное, лучшее, что вы можете сделать в этой вот ситуации, это, наверное, лучше, как вы можете поступить в этой ситуации. И, соответственно, человек не почувствует в определенной степени давление на себя с вашей стороны, что, конечно, же пойдет на пользу вам и вашим взаимоотношениям. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Это то, как я могу вам ответить на вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Вот. Субтитры создавал DimaTorzok